друзья всем привет едем на авторынок точнее уже приехали на авторынок 9 часов утра рано смотрите еще практически никого нету до стоянки даже закрыты вот некоторые только только открываются сегодня значит с вами заберем интересный автомобиль он не новый он не новый это не проходной автомобиль можно сказать старенький да но он в очень хорошем состоянии посмотрим я вам покажу про него немного расскажу это конструктор как вы догадались вот и также заберем тоже один из очень популярных автомобиле тоже про него немного расскажу хотя в принципе про него уже все знают это не honda step вагон спада но но это это тоже honda всем ладно идем забираем конструктор 5 и наверное послезавтра послезавтра я думаю в субботу да в субботу наверное выйдет большое видео обзор авторынка зеленый угол с ценами уже походим посмотрим посмотрим большое количество автомобилей как раньше по открываем посидим посмотрим по комплектациям ну естественно естественно по ценам поэтому кто еще не подписан наш канал обязательно подписывайтесь кому нужна помощь проверки отправки автомобилей звоните пишите мы всегда на связи так друзья автомобиль забрали это у нас тойота новых и вы не поверите вы не поверите с каким он пробегом автомобиль с пробегом всего лишь так что станем не станем а поровнее 73 тысячи километров сейчас где-нибудь остановимся я вам покажу в каком состоянии и так это тойота новых 2001 год бензин 2 литра 150 лошадиных сил он налить и на зимней резине хотя у нас уже близится лето уже весна тут немного совсем немного осталось до лета но это это не беда покупает мне резину автомобиль он целенький в плане да у него есть какие-то небольшие подкрасы но не global это конструктор это не распил посмотрите в каком состоянии находится салон какой он чистый и сколько места в салоне вот те кто смотрит наши выпуски кто смотрит наше видео посмотрите обшивка двери багажника да многие как бы видят знают третий ряд сидений основная масса минивэнов место там маловато сейчас покажу сколько здесь во первых второй ряд сидений кресла удобные широкие такие знаете массивные ручка очень много места люк люк представляете есть люк печечка дуечки обдув широкий проход можно пролезть на первый ряд сидений смотрите я сел мне удобно комфортно коленки у меня никуда не упираются место очень много печка даже есть пепельница подстаканники прикуриватель ну как видите окно здесь она не открывается есть очень удобная ручка окно здесь не открывается ну и соответственно двери двери здесь нету с левой стороны окошко есть она открывается она работает машина 2001 года кнопочку нажимаем люк открывается ну реально очень удобно очень клево за одну посмотрим на стояние крыши видите есть даже есть даже рейлинги автомобиля два люка также кнопочку нажали люк у нас закрылся давай друг закрываясь так ну давайте сядем на третий ряд сидений посмотрим сколько там у нас место сейчас вот эти сидушки они двигаются они отодвинуты до конца и так вот так чтобы было более внятно и понятно немного отрегулирую смотрите друзья я сел третий ряд сидений у меня коленки никуда не упираются то здесь будет комфортно ехать даже взрослому не только ребенку да мы взрослыми помимо этого у нас еще остается как бы не плане то что неплохое а довольно таки неплохо место неплохо место в багажном отделении поэтому ну таких автомобилей сейчас сейчас уже не выпускает пойдем посмотрим что у нас по передней части кстати для задних но это сидушки у нас складываются рычажок подстаканник тоже прикуриватель с правой стороны идет просто просто два подстаканника также есть колоночки в принципе выходить с машины более менее нормально вот сидение двигаются все очень просто печка печка включается кнопкой печка работает все работает вместо конструктора да надо выключить нужно нужно заправлять кондиционеры нужно заправлять и так со стороны водителя птс автомобиля нету птс автомобиля нету сел сижу опять высоко гляжу далеко коленки никуда не выпираются все шикарно все удобно все доступно друзья ну давайте посмотрим самое интересное подкапотное пространство в каком она состоянии единственное единственное чему у меня здесь есть вопросы как-то посмотрите двигатель просто блестит работает как часика единственно к чему у меня здесь есть вопросы да это не кузову не кузову этапа подвесочки подвесочка да она как бы требует здесь внимание японец был такой не знаю как то он небрежно относился к автомобилю но опять же еще это автомобиль конструктор конструктор то есть как они собираются они не загоняются там никуда не в сервис качественно давайте будем откровенно до качественно эти конструктора собирать никто не будет видите подлокотник тут такой еще есть он может зафиксировать любом положении качественных собирать никто не будет они собираются прямо вот на улице поэтому покупая конструктор обязательно когда вы когда он уже приезжает ваш город неважно может выводом здесь покупаете обязательно нужно заезжать на подъемник затягивать протягивать в общем собирать автомобиль под себя ладно показали вам вот такой вот замечательный автомобиль такого года в таком состоянии вот как видели находимся возле транспортной сейчас его сдаем сдаем и едем за другим автомобилей автомобилем за honda напоминаю это конструктор автомобиль это нелегальный оформить его легально невозможно многие там я никого не призывая ничего делать но для чего их покупает либо на запчасти либо куда-то в деревне танк бабушки гонять где полиции не туда вот либо ну там приступая закон переваривают кузова переваривают планки но ребят еще раз повторяю это незаконно то есть все на свой страх и риск пока отправляли но вот время уже начал 11 как видите появились продавцы японских товаров появились продавцы автомобилей по открывались ворота то есть рынок заработал это для тех кто говорит что рынок стал что рынок не работает ребят рынок работает машины завозят новые есть старые машины продают машины покупают какие-то добрые люди добрые люди засыпали ямы на авторынке зеленый угол не все конечно но но хотя более-менее то ездить было вообще практически невозможно там 35 километров в час сейчас вот как можно можно двигаться по рынку что-то мы с вами отвлеклись по дорогам как видите мы уже едем в это ходе я думаю вы догадались то что это honda fit не fit shuttle что это honda shuttle вот кстати напишите в комментариях как у вас режим самоизоляции носите ли вы маски пользуетесь ли вы антисептиками носите вы перчатки вообще как дела у вас обстоят в городе у нас как-то узнаете как сказать людей все больше больше ставят ставят такой диагноз ладно и так это honda shuttle 2016 года выпуска но допустим возникают вопросы до в объявлении указан 2017 год ты приходишь смотришь автомобиль по факту 2016 года что это такое друзья многие продавцы да есть такие как бы недобросовестные продавцы кто специально завышает год то есть плоды того то что машина может быть 2015 года выпуска до в объявлении могут указать то что то 2017 года выпуска ну и также когда ходишь по авторынку на лобовом стекле может написано то что машина там я не знаю тоже 17 года выпуска да по факту она будет 15 года выпуска и как это назвать эффект неожиданности что ли ну короче говоря всю эту машину посмотрел тебя машина полностью устроила цена устроила состояние устроила вот и горюш все пойдем рассчитываться вы приходите выписывать договор купли-продажи да документы вы еще до этого не смотрели ну и по факту вместо семнадцатого года в документах указан 15 год и просто вот это вот неожиданность да тебе машина нравится ты в нее влюбился тебе приходится ее покупать поэтому тоже внимательно относитесь к этому внимательно проверяйте документы сверяйте смотрите год выпуска но и допустим что касается по японии допустим вот этот автомобиль он реально выпущен в 2016 году но если его пробивать по аукционной статистике то в статистике он будет идти как 2017 год спросите вы почему все очень просто в считается грубо говоря год выпуска да с момента когда машину приобрели когда она пошла в эксплуатацию и того получается вот этот автомобиль выпущен у нас 2016 году но приобрели его в 2017 году поэтому японском аукционе год выпуска указан 2017 год итак ну давайте наверное остановимся где не до посмотрим на внешний вид и я вам расскажу про этот автомобиль хотя уже было много видео видео но пускай новый новый хозяин полюбуется на свой автомобиль и так собственно вот он вот он шаттл да я даже не знаю как назвать вам показать цвет такой фиолетовый фиолет и в этот цвет он без литья он на летней резине на родных колпаках комплектация идет с сонарами камера заднего вида ветровики акули плавник бак слева безключевой доступ чистейший ухоженный салон с кожаным вставками очень хорошая комплектация датчик при столкновении мне нравится как ему трансформируется салончик вот таким вот образом посмотрите посмотрите на багажное отделение здесь за такие вот полочки кстати сиденье у нас еще складываются вот таким вот образом автомобиль едет в новосибирск подписчику очень повезло автомобиль забрали вот только только забрали ремкомплект все у нас есть запаска тоже есть и поедет он на вот этом автовозе то есть автомобиль автомобиль сегодня уже уедет замечательный город новосибирск видите получается ровную полную то же самое можно проделать со второй со второй сидушка то есть вот она получается не знаю двухспальная огромная кровать огромная кровать можно можно в ней спать ну не вниз по смысле на кровати спать также есть подлокотник ремешок ремешок это гибрид по моему 132 лошадиные силы плюс конечно добавляет добавляет гибридная установка автомобиля есть есть гибриды есть не гибриды господи то где то есть автомобили 4 воды подкапотное пространство блестит пробег 90 2000 аукционная оценка на автомобиль 4 балла бьется по статистике японец молодец вот наклеил себе вот такого плана пленочку защитную да но вот там есть конечно пару царапин под ней мелким видимо он испугался то что все будет царапать пришлось ему дальше значит по функционалу кстати идет два ключа автомобиля на одном брелок батареи пасила кнопка старсов на кнопку нажали автомобиль завелся кожаный руль мультируль круиз-контроль экорежим сценар чеким ушки у нас складываются знаете некоторые я хочу машину в максимальной комплектации в какой максимальной комплектации но хотя бы чтобы уши складывались ребята это самая простейшая комплектация уши складываются регулируется практически у всех у японских автомобилей есть какие-то автомобили там там самые самые маленькие допустим мира какая-нибудь альта да у них уши складываются вручную но практически на всех автомобилях уши складываются автоматически везде есть кондиционеры камера заднего вида это не проблема даже если у вас стоит маленький магнитофон вы спокойно можете поставить абсолютно практически абсолютно любой автомобиль 2 диновский магнитофон купить камеру за полторы тысячи рублей и установить ее зеркало есть на себя нам смотреть не знаю мужикам он нафиг не нужно это зеркало здесь тоже у нас такой вот под кожу все сделано кнопочка сейчас мы работаем на двигателе то есть идет у нас заряд батареи дворники работают даже водичка есть водичка скос такой знаете лобового стекла под большим углом она большой такой угол градус airbag airbag ну что вам еще показать вот это вот карманчик вообще не знаю для чего он здесь делал что туда можно положить оттуда все посыпется лепестки переключения передач можно ехать на наручном режиме повторители форточки до стойках стекла но здесь тоже идет получается на обдув по месту вместо в принципе нормально сидушку можно опустить вот так вниз она когда она опускается вниз она одновременно сдвигается назад и опускается вниз ну и соответственно не знаю я вот сел как тогда не видно мне еще соответственно когда ты поднимаешь сидушку наверх она двигается немножко вперед и поднимается поднимается получается наверх здесь вот такая приспособа что туда можно сделать знать телефон в принципе да вот как раз место получается здесь идет у нас под телефон но опять же допустим мы когда едем да как-то но честно неудобно туда рукой залазить то есть можно нечаянно вот как-то сдвинуть ручку переключения передач поэтому место наверное по телефону только здесь либо он это будет в кармане либо покупать какую-то подставку люфта нету никакого в рулевке на машине прокатились по подвесочки тоже вопросов нету подвеска живая лобовое стекло целая там без без трещин камера заднего вида как я показал работает вот время сколько у нас около 11 до время уже как бы на улице показывает 15 градусов но утром утром было холодно сейчас стало тепло и уже приходится ездить с кондиционером ладно ребят вот такой получился мини краткий обзорчик двух автомобилей конструктора конструктора и автомобиля под полную пошлю кстати стоит автомобиль стоил он 830 тысяч рублей отдали его за 800 тысяч рублей не забываем подписаться на канал не зван подписаться на канал и как я говорил завтра-послезавтра в пятницу в субботу будет большое видео про авторы на зеленый угол всем пока